Почему важно обнаруживать и постепенно искоренять у себя антисоциальные черты? Вам может сначала показаться, что вас пытаются в чём-то уличить этим заданием, этим уроком или обвинить. Но на самом деле совсем не так. Я сейчас вам расскажу, почему это важно лично для вас. Антисоциальные черты — это такие, как слова-паразиты могут быть в речи, как, например, обобщение или желание приукрасить что-то. Так это может быть просто проникшее в ваше поведение вирусы. Когда вы видите, что кто-то что-то делает, особенно когда это подавляет вас, то есть подсознательное желание, оно не на уровне разумности находится. Это желание как будто перенять черты человека, который имеет выигрышную позицию. Так и рассуждает наша бессознательная часть ума. Но это совсем не выигрышная позиция, конечно же. Это просто доминирующая позиция. Но на самом деле смотрите, что происходит. Даже с точки зрения вашего мышления. Если есть привычка обобщать, то обобщающие фразы и суждения также будут относиться и к вам. Например, вы можете подумать про себя в какой-то момент, когда у вас что-то не получилось очередной раз. Может быть, у вас не получается сделать какое-то конкретное действие в бизнесе или в отношениях даже, или относительно детей. Вы учитесь, стараетесь что-то применить, у вас не получается. И даже если у вас немножко получается, и вы продвинулись, то всё равно неприятно, когда не получается. И вот эта вот обобщающая фраза может выскочить у вас в уме. Например, «У меня всегда не получается», или «У меня так и не получится этого достичь», или «Я не способна», или «Неспособный». Если есть привычка обобщать, она будет относиться к любому человеку, даже к вам самим. И когда вы постепенно рассматриваете то, что вы говорите, наблюдаете за собой, вы также начинаете отслеживать свои мысли. Это происходит случайно, потому что вы научились видеть что-то. Например, если бы вы были художником, вас бы приучали видеть перспективу. То, как дома уменьшаются от вас, если вы смотрите на улицу, как дома уменьшаются, становится меньше зрительно. Вот это перспектива. Художника приучают за этим наблюдать, и потом, когда он идёт по городу, гуляет в парке, он замечает эту перспективу, может её как-то оценить, порассуждать на эту тему. Но у него, можно сказать, становится намётан глаз. Вот у нас относительно обобщений, после того, как вы сделали несколько упражнений, после того, как вы понаблюдали за своим окружением, у вас тоже начинает в поле зрения появляться то, что вы раньше не замечали, то, что вы можете говорить детям, или мужу, или жене, или своим друзьям, коллегам, подчинённым, начальнику. Тоже какие-то обобщающие вещи. Естественно, ваше окружение может после этого чувствовать себя плохо, но также может агрессивно поступать к вам. То же самое вы. Если вы по отношению к себе думаете что-то такое, типа «у меня всегда плохое настроение в последнее время», «хорошо, если вы прибавите в последнее время», или «я всегда плохо выгляжу», или, например, «последние годы я плохо выгляжу». Это всё равно обобщение, потому что, конечно же, вы не всегда плохо выглядите в течение этих последних лет. Нет. Если вы пронаблюдаете внимательно, то вы заметите, что это не так. Или после нескольких неудач в бизнесе вы можете подумать «я не способен зарабатывать деньги», или «я не способен быть предпринимателем». Это тоже обобщение. И вот если у вас привычка это есть, вот так вот обобщать, то, думая так, не замечая даже, как вы это подумали, мы обычно это не замечаем, если это встроено в нас как вирус, то затем наше мышление, наш разум будет делать все остальные расчёты на основании этого решения, этого суждения. Это будет как отправная точка, но в этой отправной точке заложено ложное данное, как вирус. Как если бы на калькуляторе была сумма предыдущего расчёта заложена, и она бы портила следующее вычисление, оно бы было ложным. И вот когда у человека есть такие ложные данные о себе, а обобщение – это всегда ложные данные, потому что давайте даже посмотрим на… Я не способен зарабатывать. Допустим, после пяти лет каких-то неудач, а может даже после десяти, это не важно, человек начинает вот так думать. Но если пронаблюдать, вокруг посмотреть, почитать историю людей, тех, которые организовали какой-то бизнес, то вы видите, что люди могут много-много лет, даже не один десяток лет терпеть неудачи, но потом они могут процветать. То есть то, что у кого-то что-то не получается много-много лет, это ещё не значит, что у него предрасположенность к тому, что у него вот всё, теперь всегда будет не получаться. То есть это в любом случае ложные данные. Но это ложные данные закрадывается в нас, и потом наш разум будет все следующие вычисления делать на основе этого. И вы действительно будете совершать ошибки, которые вы могли бы не совершить. Поэтому, когда вы начинаете себя тренировать, видеть эти обобщения, как люди говорят в кино, в литературе, как вы по отношению к кому-то так говорите, и также вы будете замечать, как вы думаете так про себя. И вот когда вы будете это отмечать, то вы будете, можно сказать, вырывать с корнем это суждение. И оно не будет попадать в вычисление вашего разума. Это очень важно. Потому что нам вот наши эти негативные установки очень сильно портят жизнь. То же самое относится к другим чертам. Например, преувеличение негатива в сообщении или изменение какой-то информации в худшую сторону. Если эта привычка есть относительно других людей, она точно так же будет работать относительно вас. Вообще всё, что мы делаем относительно других людей, мы также делаем относительно себя. потому что каждый человек в основе своей хорошей, и им руководят импульсы, можно сказать, к созиданию, к тому, чтобы другие люди выживали, и чтобы у вас всё было хорошо. Когда мы что-то делаем относительно другого человека, то у нас также есть внутреннее согласие пережить это самим. Поэтому точно так же усиление негатива будет работать и по отношению к вам. Поэтому искореняйте это относительно других людей, и это также будет меняться у вас. Что касается других черт, конечно же, если они у вас присутствуют относительно других людей, то тут будет ещё очень интересный один аспект. Вы будете более болезненно переживать то же самое относительно себя, когда это делает другой человек. Например, если вы неаккуратно относитесь к собственности другого человека, забываете отдать книжку, или берёте, может быть, у своей сестры, или у мамы, или у мужа что-то со стола, или какую-то вещь поносите, потом забываете отдать, или, может быть, даже как-то неаккуратно к ней относитесь, пачкаете, плохо постираете, то если по отношению к вам будет происходить такой же, это вас будет гораздо сильнее ранить, останавливать и заставлять, можно сказать, заболевать. Если бы, по сравнению с тем, если бы вы, например, относились очень аккуратно к чужой собственности, и вам бы кто-то такое подобное сделал, вы бы меньше разрушались. Представляете, какой интересный эффект. Это тоже эффект бумеранга. То есть каждый такой вот хороший человек, не подавляющая личность, что интересно, подвергает себя вот этому эффекту бумеранга. Почему подавляющая личность не всегда подвергает себя вот этому? Ну, в итоге она всё равно себя этому подвергает, всё равно к концу жизни эта подавляющая личность буквально живёт в аду. Кстати, подавляющая личность даже спать не может. То есть настолько бессонница мучает этого человека, настолько он чувствует, что его преследуют, что его могут наказать. То есть он практически к концу жизни может сходить с ума. Но тем не менее в молодости первое время, когда подавляющая личность делает что-то плохое, то вы когда на неё смотрите, вы видите, что с ним ничего плохого не происходит. Он себя как будто не наказывает. Это потому, что подавляющая личность уверена, что она права на 100%. Из-за того, что она застряла в каком-то своём негативном событии в прошлом и драматизирует его, проживает его всё время. А обычный человек, хороший человек, он быстрее всего нагнетает на себя что-то нехорошее, какой-то негатив, потому что срабатывает этот эффект бумеранга. Потому что из-за того, что человек в основе своей хорошей, он будет зеркалить очень сильно вот эти плохие вещи. Поэтому даже с этой точки зрения очень важно постепенно искоренить у себя эти черты. И вы заметите, насколько быстро вы становитесь стабильным и счастливым, самое главное, потому что у вас всё начинает получаться.